Народ халаджа, тюркский народ халаджа, бактрейский залаз, пушту, латинизируется, халайян, персидский, запятая латинизируется, залай, классифицируется как тюркское племя. Средневековые мусульманские ученые считали это племя одним из первых, кто пересек Амударью из Центральной Азии в современный Афганистан. Халаджи были описаны как кочевники, пасущие овец в газне, калати-гилджи. и окрестные районы, имевшие привычку бродить по сезонным пастбищам. В Иране до сих пор говорят на языке халадж, который классифицируется как тюркский, хотя большинство из них персидские. В Афганистане, то гильза и племя пуштунов очень вероятно происходят от людей халаджи. Государственный деятель и историк Ильханати Рашид Аддин Хамадань упоминает племя халадж в своем произведении Джамиа Таварих XIV века как часть агузов. Туркмен. Со временем эти народы разделились на многочисленные кланы, и действительно, каждую эпоху новые подразделения возникали из каждого подразделения, и каждая по определенной причине и случай получала свое имя и прозвище. Как агузы, которые сейчас обычно называемые туркменами, туркменами, они также делятся на кепчаков, калах, канлы, карлуков и другие родственные им племена. Однако некоторые историки, в том числе Альхарейзме X века и Йозеф Марквард XX века, считают халадж остатками конфедерации эфтолитов. Государственный деятель и историк Ильханати Рашид Аддин Хамадань упоминает племя халадж в своем произведении Джамиа Таварих XIV века как часть агузов. Туркмен – XI веки. Оттуда их часть мигрировала в регион Азербайджана, где они якобы ощутили большее влияние агузов на своем языке. Однако сегодня халаджи среди иранских азербайджанцев очень немногочисленны. Незадолго до времен Тимура, 1336-1405 год ГГ, ветвь халаджи эмигрировала в область к юго-западу от Совех.В провинции Маркази, где сегодня находится большая ветвь халаджи. Однако сегодня халаджи также идентифицируют себя как перси, хотя по-прежнему говорят на их местном тюркском языке. Это связано с процессами персионизации, начавшимся в середине XX века. Однако после победы халаджи, туркмены и гарис в армии поссорились с харизмийцами из-за добычи и, наконец, ушли. Вскоре после этого Джалал-аддин был побежден. Здравствуйте! Подписывайся на канал. Нажми на колокольчик. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok